Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня я приглашаю вас на урок русского языка и литературы. Тема нашего урока – составление схем предложений с однородными членами. Сегодня на уроке вы вспомните признаки однородных членов предложения, повторите правила пунктуации при однородных членах и научитесь составлять схемы предложений с однородными членами. А чтобы нам было проще начать, давайте прочитаем стихотворение. Кто пришел на урок в жуку? Как-то летом на лужайке господин учитель жук основал для насекомых школу чтения и наук. Вот стрекозы, мушки, мошки, пчелы, осы и шмели, муравьи, сверчки, козявки на урок в жуку пришли. Пожалуйста, письменно ответьте на вопрос. Кто пришел на урок в жуку? Итак, проверяем. На урок в жуку пришли стрекозы, мушки, мошки, осы, шмели, муравьи, сверчки, козявки. Как называются слова, которые читаются с интонацией перечисления? Правильно, они называются однородные члены предложения. Давайте вспомним с вами признаки однородных членов предложения. Итак, однородные члены предложения отвечают на один и тот же вопрос. Для закрепления давайте выполним упражнение. Из представленных на экране слов составьте, пожалуйста, предложение, где необходимо расставьте запятые. Итак, осенью журавли, ласточки и утки улетают в тёплые края. С помощью чего соединены однородные члены предложения? Подумайте. Конечно, с помощью запятой и союзом И. Обратите внимание на схему. В схемах однородные члены предложения обозначаются заглавной буквой О. Схема подскажет вам, как правильно расставить запятые в предложении, а также поможет избежать ошибок при письме. Чтобы лучше закрепить эту тему, давайте мы с вами выполним упражнение. Запишите схему представленного предложения. Воробьи чирикают и купаются в песке. Проверим. Следующее предложение. Аисты не поют, а щёлкают клювом. Проверяем. Ещё одно предложение. Орёл взмахнул крыльями, но не поднялся с дерева. Проверяем. И последнее предложение. В птичью столовую слетаются воробьи, стрижи, грачи. Проверяем. Итак, давайте подведём итог. Как связаны между собой однородные члены предложения? Интонации перечисления и союзами. В каком случае между однородными членами предложения ставится запятая? Если однородные члены связаны с союзами А, но. В каком случае между однородными членами предложения не ставится запятая? Если однородные члены связаны союзом И. Итак, сегодня мы с вами повторили признаки однородных членов предложения и узнали, как однородные члены предложения связаны между собой и как строится схема предложения с однородными членами. Желаю вам удачи! Урок сегодня с вами провела Тодорова Лилия Викторовна, учитель лицея Академик Константина Сибирского. Спасибо за внимание и всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова